Йо-йо, здорово! С вами Диман Масл, у меня тут Galaxy Z Flip 3 и Fold 2. Почему такое сравнение? Потому что третий Fold ничем не отличается, и потому что этот телефон на Авито сейчас стоит 70 косарей, этот телефон на Авито сейчас стоит 70 косарей с одинаковой памятью на 256 гигов. То есть прямые конкуренты на БУ рынке. Ну давайте сравним нафиг. Сначала я хотел просто разнести Flip, потому что он просто ужасен. Я не понимаю в чем прикол этого телефона, потому что он абсолютно ненадежен, он абсолютно невыгоден, он абсолютно не имеет никаких преимуществ перед обычным телефоном. У него узкий широкий экран с огромными рамками по бокам, у него плохие углы зрения, потому что когда мы смотрим на телефон под наклоном, например вот так, он красный, а вот так он уже темно-бурый, и цвета очень сильно теряются. Например, если мы тот же самый тест сделаем с S21 Ultra, вот так они оба красные, вот так этот остается красным, а тот уже темно-красным, то есть цвета под наклоном сильно искажаются. При этом сам телефон по толщине своей такой же, но сам экран гораздо уже, и в чем тогда смысл, я вообще не понимаю. Я хотел полностью разнести этот телефон за его автономность, за его ненадежную конструкцию, за его экран, который уже и хуже, за его камеру, которая не имеет зума. Но я посмотрел внимательно, и камера здесь просто топчик, действительно, здесь камера лучшая на рынке. Пускай она не имеет зума, и в плане зума она хуже, но широкие основные модули, они лучше, чем даже в S21 Ultra, несмотря на то, что там 108 мегапикселей, получается, что это все маркетинг, и в этом нет никакого смысла. Также и камеры в айфонах без 108 мегапикселей, все прекрасно фоткают. Давайте я вам включу тестовый снимок. Я покажу тестовый снимок, и так у нас во всем. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Вон ту кучу. Итак, смотрите, белый цвет на майке и детализация лучше. Где? Правильно. Справа. Более того, вот эта вот штука, полотенце, посмотрите, какое оно четкое здесь, и какое расплывчатое здесь, и сама подушка, лебедь, и все остальное гораздо четче на задфлипе. Так во всех фотках я не буду долго вдаваться в подробности. Более того, в сложенном режиме, когда мы включаем здесь камеру, именно основную камеру, и выводим изображение на маленький экранчик, то вот здесь очень маленькое фокусное расстояние, то есть мы можем приближаться очень близко к самому объекту съемки. Это, я знаю, леди вуль, который будет вот так тыкать себе в лицо и разглядывать свои брови, потому что если они будут брать обычный телефон, включать фронталку и сувать ее себе в лицо примерно вот так, то здесь фокусного расстояния такого маленького не будет. Здесь нет макросъемки на фронталке, из-за этого они не разглядят свои прыщики и брови. То есть здесь действительно хорошая камера, она лучше, чем у второго фолда, и даже почему-то лучше, чем у третьего, потому что второй фолд снимает так же, как третий, и тут одинаковые модули, я не понимаю, с чем это связано, но вот такие вот дела. Снимок сделанный на фолд, а вот этот снимок сделанный на Z Flip, и опять видите детализацию здесь и здесь, то есть намного четче. Да, по цветам, конечно, мне фолд нравится больше, но по детализации вы видите, какое большое отличие. И то по цветам фиг знает на самом деле, что лучше, поэтому я, конечно, за детализацию. Здесь гораздо четче вот эта вот текстура дерева, которая вот здесь практически не видна, ну и прочее. То есть камера здесь очень хорошая основная, прям лучшая. Внизу тоже работа со светом, с темными участками. Посмотрите на этот чемодан здесь, который почти не видно, и здесь, который четко видно, и даже надпись на нем сбоку тоже хорошо видна. То есть, если вы подарите этот телефон Дивуле, и ее спросят, «Эй, Дивуля, а зачем тебе вообще такой телефон? Почему ты не взяла айфон или что-то другое?» Да, айфон это не провоциональный выбор, но и этот телефон тоже, потому что все, что нас может ответить, это то, что он разгибается, и это типа круто. Но смысл ему разгибаться, я не понимаю. Из-за того, что он разгибается, здесь нужен внешний экран, он необходим, на нем показано время, но больше здесь ничего нельзя добавить, это все, что здесь есть. То есть, тупо время и какие-то сообщения. Это максимум, что мы можем вывести на этот экран. Более того, так мы телефоном пользоваться никак не можем, его всегда, получается, нужно раскрывать. Одной рукой это делать достаточно проблематично, потому что большим пальцем нужно вот так давить в экран, и это не всегда будет хорошо. Я думаю, это оставит какие-то следы рано или поздно на экране вашего телефона. Следующий момент. Это достаточно толстая, широкая, квадратная конструкция, которая в каждый карман не так уж удобно и влезет. Да, его может быть удобно носить в сумке, но мне кажется, любой телефон, наклеив на него защитное стекло, можно без проблем носить в сумке, и это будет не менее удобно. И тем более, каждый раз, когда вы хотите им попользоваться, вам нужно будет использовать две руки, потому что одной рукой его открывать, особенно девушке с маникюром, она проткнется вам нафиг экран, и все на этом закончится. И все это ради хорошей камеры, я не думаю, что этого стоит, потому что эта конструкция, она меня смущает. То есть, чтобы попользоваться этим телефоном, нужно использовать две руки. То есть, мне нужно использовать две руки для того, чтобы попользоваться обычным телефоном. А зачем оно мне нужно? Если я просто могу взять обычный телефон, два раза тапнуть на экран, и у меня уже большой, хороший экран, без каких-то нюансов, проблем и переживание о том, что с ним что-то может случиться. Теперь поговорим о Foldy. Это совсем другое устройство, это абсолютно другой опыт использования. Когда он сложен, и вы хотите пользоваться телефоном одной рукой, вы без проблем это можете делать на этом экране, вам не нужно его для этого раскрывать, если вот вторая рука занята. И этот экран, он достаточно узкий, поэтому до любого места вы можете дотянуться большим пальцем, в отличие от обычного телефона, на котором сложнее дотянуться до противоположной стороны экрана. Более того, здесь полноценный внешний экран, на котором мы также можем открывать Авито. Тут все хорошо отображается, видите, по шесть объявлений. Также хорошо работает ВКонтакте, то есть нет каких-то проблем, связанных с тем, что будет что-то неудобное. Да, если вы будете где-то набирать текст, клавиатура будет немножко узковата, но для внешнего экрана вполне пойдет, и я к ней вполне прилучился. То есть я могу спокойно на ней общаться. В этом нет никакой проблемы. И все, можно поглощать контент, и все делать. Короче, одной рукой вы спокойно можете пользоваться этим телефоном, отправлять голосовые, писать сообщения, и просто смотреть очень много вещей. И, более того, вы можете смотреть YouTube на этом маленьком экране, если вы едете в электричке, вам важен звук. Вы просто включаете какое-то видео, например, да, на маленьком экране, смотрите, или смотрите его вот так вот. Тем самым у вас вот такой вот маленький экранчик работает, сверху, слева и справа черные полосы. То есть зарядка экономится максимально, работает только маленькая область, не маленького экрана, но при этом вы поглощаете контент, при этом вы все равно работаете с телефоном, и у вас нет каких-либо с этим проблем. Потом, когда вы раскладываете телефон, да, здесь тоже это можно сделать одной рукой, конечно, почему бы нет. Но, когда вы его раскроете, вы, скорее всего, будете пользоваться двумя руками. И здесь это уже оправдано, это складной экран, который влезает вам в карман, черт подери. Вы можете открыть YouTube, и он у вас будет действительно на большом экране. У вас будет тут помного роликов сразу отображаться. Вы можете открыть ВКонтакте и смотреть фотографии на большом экране. То есть вы заходите кому-то на страничку, тут у вас красивый профиль, большие фотографии, да. Это действительно удобно и оправданно. Планшет у вас в кармане. Поглощение контента просто топчик для игр, для браузера. Вы можете открыть любую статью, и здесь все просто действительно большое. Открывая же этот телефон, вы получаете просто обычное устройство, только еще с более узким и длинным экраном, с толстыми рамками. Экран по своим характеристикам хуже, чем у обычного телефона. И при этом вот одна и та же страница в интернете. Одно дело, вы можете с ней взаимодействовать вот так. Посмотрите на вот категории фильмов здесь и здесь. Тут все читабельно у меня. Картинка большая, трейлер сразу большой. Вот оно, видео. И я могу смотреть видео, и мне не нужно вот этим вот заниматься, что все время крутить телефон. Вот так мне надо перевернуть, чтобы посмотреть здесь видео в таком же размере, как оно здесь отображается само по себе. Вы понимаете это или нет? Плюс я могу вот так приблизить и одолить. То есть такой экран, он дает массу преимуществ, и то, что это в каких-то моментах неудобно, в каких-то моментах ненадежно, это оправдано, потому что зайдя также на Авито, я сразу смотрю кучу объявлений, захожу в каждое объявление, у меня большая фотография. Я могу разглядеть все недостатки. Это удобно, черт подери, в этом есть смысл. А в этом телефоне какой смысл? То, что он сгибается? Если тут еще не было такой хорошей камеры, я бы его просто разнес. У него бы не было вообще никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Но здесь хорошая камера, реально. Поэтому, если Дивуле нужна хорошая камера, и все, что ей нужно, это позорить, этот телефон ей подойдет. Но все, чем она будет позорить, это тем, что она будет говорить, зато он разгибается. Если вы хотите позорить тем, что ваш телефон разгибается, то уж давайте не будем жалеть денег и возьмем Fold. Тогда вы получите действительно крутое устройство, в котором хотя бы есть смысл. А вот эта вот игрушка, это просто безделушка. Продолжение следует...